Дорогие друзья, продолжаем нашу тему Как вести группу и что нужно сделать Чтобы эта группа была действительно группой роста А не просто какими-то посиделками или лекторией То есть мы говорили уже о том Еще раз хотим повторить Что группа вообще по идее должна создаваться для того Чтобы учить людей мысли Потому что информации люди получают достаточно И на собраниях в церкви, и во время прочтения книг И во время самостоятельного чтения писания Но на группе нужно учить людей мысли Чтобы помогать им вырасти в их мышлении В способности выйти на логическое мышление О чем мы с вами говорили Итак, как вести себя с неверующими людьми в группе? Или как пригласить их на группу? Во-первых, прежде чем сделать приглашение Конечно же нужно о них молиться Ну это постулат, который... Постулат, который, да, не требует никакого доказательства Вообще любое дело нужно начинать и заканчивать молитвой Вообще, знаете, вот мы обратили внимание Что когда заранее Господу о каких-то людях говоришь Потом происходят интересные вещи Иногда кажется, что они точно согласятся Идешь с приглашением, отказываешься Вот в чем конкретно А иногда кажется, ну эти наверняка точно откажутся Идешь, а они уже настолько готовы И они рано приглашение Вот за одних своих знакомых, таких хороших Мы молились, приглашали Нет, это нам не надо У нас вот времени в обрез И потом решили... У нас бизнес, в общем, нет Несколько раз мы это делали в попытке Бесполезно Ну и потом уже как-то мы просто приехали к ним в гости И они говорят, слушайте, а почему нас больше не приглашаете? Когда у вас там группы еще идут? Вы понимаете? То есть просто это может произойти очень неожиданно Но почему важна молитва? Молитва может быть важна еще и для нас Чтобы мы любой ответ и да, и нет воспринимали так, как надо В конце концов мы не видим сердца людей Бог видит И надо действительно все принимать в реалии Если приглашается супружеская пара на группу, которую вы ведете То надо приглашать обоих В присутствии обоих Причем в присутствии обоих это должно делать Если, скажем, жена уже ходит на вашу группу Вы хотите пригласить мужа или там наоборот Действуйте опять лучше в присутствии обоих супругов Понимаете? Потому что вы сразу даете им понять Что они для вас одно единое целое И вы их видите вместе И так вот по отдельности, так сказать, разрываете семью Вообще, скажем, такой небольшой секрет Почему группы, которые ведут два человека Муж и жена Становятся семейной группой? Хотите вы или не хотите Но если вы будете вести группу вдвоем У вас будут семьи Если ведет группу женщина Это будет женская группа Мужчина не пойдет в группу Он может прийти один-два раза Он больше не пойдет в эту группу, где ведет женщина Если ведет мужчина Там будут и мужчины, и женщины Но если группу ведет семья Вот удивительно Если приходит девушка, она говорит А можно я своего молодого человека приведу на группу? Рано или поздно она это сделает Приходят мужья, приходят жены Что такое происходит на группе? Мне тоже интересно Моя жена изменилась Я хочу посмотреть, что вы тут делаете с ней Причем изменилась лучше, конечно, в сторону Почему он приходит? Что с ней такое произошло? Что такое с ней сделали? Или жены приходят У меня муж стал лучше Я хочу узнать Что же такое за группа, которая так преобразовывает людей? Понимаете? То есть вот И опять мы говорим Понимаете, это вот работает Я даже не знаю на каких духовных или душевных законах Но они есть, они существуют Поэтому если вы вдвоем, будут пары Причем даже с ними не будете задать, что такое ставить Они все равно там будут Ну конечно, это зависит еще от того Каким образом вы эти группы ведете Приглашение делается в неофициальной обстановке Чтобы не было такого затягивания Знаете, если не придете Мне сказали, вы должны ходить Специально Позвонить дверь, люди вам вкрывают Вы знаете, зачем пришли? Мы пришли вас пригласить Лучше если будет неофициально Вы знаете, большинство людей, которые скажем Вот у нас в группе Вы знаете, несколько из них Люди из этих людей Мы пригласили, мы очень любим ходить в сауну Вот И знаете, так вот Между прочим Не подумайте, ничего плохого? Да, беседа все людьми Не подумали, хорошо И знаете, и вот приглашение там вот как-то люди заинтересовываются Такой ослабляющей обстановке Да, а что у вас? Ну как интересно, приходят И вот Вы знаете, самое лучшее приглашение Если просто неофициально Если люди заинтересовываются Вы их приглашаете Когда там Надя ходит с женщинами Или я с мужчинами иду в сауну Мы там сидим просто В парилке Разговариваем Говорим о том Что у нас есть такие вот Вечера Когда мы можем посидеть Попить чай Побеседовать Обсудить какие-то важные моменты О, а что? А интересно А можно прийти? Без проблем Приходите И тут важен четвертый пункт Смотрите Обязательно нужно дать людям знать Как часто Вы группу встречаете И как долго длится Вот это вот общение Что там делают Те, кто еще ходит? Ну, во-первых Хотелось бы остановиться По расписанию группы Мы Вот По нашему опыту Поняли одну очень важную вещь Группа должна всегда собираться В одном и том же месте И в одно и то же время Мы знаем, что есть такие Давайте сегодня у нас Давайте сегодня у него Давайте сегодня у него И Назвать массу плюсов Вот таких перемещений группы Конечно, плюсы есть Может быть Мы видим в этом минусы Мы объясним почему Вот скажем Я, будучи в парилке В каком-нибудь же я сейчас сказала Ты знаешь, каждую пятницу В семь часов По такому-то адресу Открыта дверь У нас видно, в семь часов дверь открыта Мы должны, как узнаем Если это уже, так сказать, наши То есть дверь открывается Заходят люди А мы где-нибудь на кухне готовимся О, кто-то зашел Это наш человек пришел Если пришел новенький Он всегда звонит Даже дверь открыта, Настя Все равно звонят Прежде чем войти О, это новенький пришел Мы бежим встречаться И если люди знают Что скажем У нас группа шла уже, так сказать Шесть лет И в протяжении шести лет Каждую пятницу По такому-то адресу Телефон В семь часов вечера Открыта дверь Если человек не пришел В эту пятницу Собирается по-прежнему Он знает Что это стабильно так Даже если мы уезжаем куда-нибудь Группа все равно проходит В нашем доме Просто ее ведет другой человек То есть, вы знаете Вот мы увидим То есть в каждой пятницу В семь часов идет группа В одном и том же месте И очень важно сказать Во сколько группа закончится И вы должны сказать Что ровно в девять Вы уйдете Особенно это важно Для мужчин Которые должны рассчитывать Свое время Потому что если это Ну, как дух поведет Знаете Ну, это, во-первых Это неуважение Времени И личного Пространства Другого человека Не имеете на это права Без пятнадцати девять У нас группа Заканчивается молитвой В девять Кто считает необходим Кто торопится Может уйти Ну, у кого есть все Какие-то вопросы Или что-то сказать У них еще есть полчаса Потому что в полдесятого Потому что в полдесятого У нас время для детей Начинается Все Все в курсе Какая-то даже Тебя, если Прям смертельная проблема Но, знаете У нас тоже есть обязательства Перед нашей семьей Все знают Что в полдесятого Мы вешно со всеми прощаемся Вот То есть у нас есть полчаса до Для того, чтобы, может быть, провести Какие-то личные беседы, консультации Полчаса после Все Как бы Вот такая вещь Понимаете И мы поняли, что очень важно Уважать время И свое И время других людей А вот проводить такие манипуляции Дух поведет Это внутренняя организация И, соответственно, идет хаос И не организация В группе, которую вы ведете Ну, можете с нами не соглашаться Но, так сказать, мы делимся своими опытами Попросите их поставить в известность Вас о принятом решении Через несколько дней Ну, это опять-таки Под вопросом Вы посмотрите Если человек, так вы знаете В расписании живет Вот он записал себе Ну, скажите Ты записал Я записал Позвони мне, пожалуйста Тогда, чтобы я знала Ну, элементарно Или вы ему позвоните Скажите, ну как Все нормально Мы тебя ожидаем Ну, есть такие люди Которые, я не знаю Приду, не приду Ну, хорошо Кто-то знает Что каждую пятницу В семь часов Может даже не звонить И каждый раз Все знали Что все три месяца Лето Группы нет То есть У нас каникулы Каникулы Причем каникулы у всех То есть, как бы это мы изначально У нас это у группы У нашей Да Вот То есть Ну, у вас может быть месяц каникулы Вы можете вообще не делать каникулы Но, по крайней мере Все члены вашей группы Должны знать Ваше расписание Ну, у нас было такое правило Что на это Проявляется Да Мы знаем группу Которая встречается Каждый третий, четверг Например Ну, понимаете Вы сами устанавливаете Это расписание Должно быть Обязательно И оно должно быть Стабильным И не меняющимся Иначе группа растеряется Причем Даже если пришел Один человек Группа все равно Должна состояться Обязательно Причем не просто Ну, давай просто Чаем попьем Нет Вот что Сегодня на группе идет То должно быть Даже если Один человек То есть Это должно Не зависеть Вообще Ни от чего Каждую пятницу В семь часов Независимо от С того, сколько человек Все Идет группа Причем Ровно в семье Она начинается Не должно быть Такого Ну, можете еще посидеть Нет Ну, давайте еще Причем Ровно в семь Начинаем пить чай И в семь 15 Начинается Чай Если человек Опаздывает Ну, он останется Без чая Не опаздывай Следующий раз Причем вопрос Чай Тоже для себя Говорите Скажем В какой-то момент Миша Поймал Меня На том Что Знаешь Знаешь Ты очень много Суутишь С этим чаем Стало Похоже на Марфу Давай Как-то мы с тобой Вот этот вопрос С повестки дня снимем Потому что Давай мы с тобой Посмотрим Кто это Марфа Или все-таки Мы с тобой Вместе Как пара Ведем группу Потому что Чаем Печенье У меня Голова забита То есть Перед группой У меня голова забита Какую кормить И в этой группе Вот опять В нашей группе Это сработало Смотрите Что у вас В нашей группе Я готовлю Только кипяток И чашки Все остальное Приносит группа Даже сахар Приносит группа Кто-то принесет сахар Кто-то чай Помнишь Однажды пришли Наши знакомые Вот они приходят Ну и мы говорим Ну примерно Где-то от 15 До 20 человек Бывает Значит В нашей группе Вот Ну а это такой Наши знакомые Пришли чуть раньше Смотрят На столе Чашки И чай не стоит А чай-то где Сейчас подожди Сейчас Принесу И они наблюдали Пришел один Принес Чай Кто-то Холлу приносит Вот мы в этом Вообще не вдаемся Понимаете Мы просто Даже вот Не утосужившись То, чтобы Ломать голову На том, что будет На столе Вы знаете Замечательно Группа Сама себя Кормит А кормляет Так сказать И духовным образом И физическим образом И душевным образом Не берите на себя Слишком много Обязанностей А обязательно С чаем Как-то Не обязательно Как решить Хороший вопрос Я знаю Группа Не отникает ли Вот этот вот Чай Но мы чай готовим Потому что Люди с работы Многие приходят У нас еще есть Вот по этой причине А так чай Конечно же Может отвлекать Поэтому в 7.15 Чай прекращаем Все Русская традиция Нельзя на Русская традиция Нет Мы знаем Группа Которая без чая Замечательно Какой-то Угу Пока Чай У нас на группу Чай приветствуется И вот Возвращаемся Но Тут правильно Подметил Чтобы сами Принесли Чтобы не было Возвращения Что сделать Вот Такой вопрос В других группах Например Финансовый Ну там Скидываться Ну Как считаете Ну вот Не принимаем Большие суммы Надо устанавливать Сумму Скидываться Чтобы никого Не ущемить Понимаете О чем Ну Опять как группа Решит Опять как группа Решит Скажем У нас Были такие ситуации По поводу Скидываться Для кого-то Это может быть Очень большим Препятствием Но нет денег Ну Мы это Не практиковали Если возникали Какие-то Финансовые Сложности Вот этот вопрос Мы решили просто Кто Что хочет Тот И приносит Кто-то Принесет Чаю За 300 рублей А кто-то Пакетики За 15 Купит Принесет Пакетики То есть Как бы этот вопрос Вообще у нас Никогда не ставит Есть люди Которые чай Не пьют Они приносят Эти коллы Всякие Разных видов Сидят У нас Девчонки Наши говорили Когда в нашей Семья была Очень таких Сложных Стесненных Обстоятельствах Они говорили Ну что Завтра Пятница После этого Дня 3 И будем Шоковать Замы И печенья Останется Ну Это шутка Шутка Ну как-то Вот А вы Начинаете Уже Чай в сторону Да Да Все И мы убираем Вот даже чайник убираем Все уносим Все Я как ведущий То есть Не лидер Но ведущей группы Мы так Сторон все Двигаем Если человек Кого-то причине Пришел с работы Опоздал Он голодный Понятно На кухне Пожалуйста Покушайте Там кто Пришит Там на группу Ну то есть Какие-то Вот эти вещи Понимаете Ну это опять Это мы Как бы так решили Потому что Все сидят Обсуждают Библия А он чавкает Пьет чай Хлюпает Ну Даже с ней Хлюпает Некрасивый Согласите Это не совсем Тока Ну это опять Наше мнение Вы можете Скажите Что ничего страшного Хлюпает Я обожно Сказал Сидит с чашкой Большое дело Начинается С малого пожертвования И пятью хлебами Можно накормить Пять тысяч человек Поддержите Наш проект Молитвой И финансами Информацию О чем молиться И как пожертвовать Вы можете найти На сайте tvseminary.com Да По поводу того Что вы сказали Если даже один человек Придет Вот группа Почему вы считаете Что не стоит Ну посидим Но как бы Один человек Что можно Потому что таким образом Мы расхолаживаем группу Скажем Плохая погода Ну наверняка Сегодня опять Никто не придет Мы на них тоже не пойдем Группа состоится Но если люди будут знать Что даже вот в мороз Даже вот отменили Все занятия в школах А у нас все равно группа У нас все равно будет группа Потому что работ все хует Работу никто не отменили Ну это опять Это наше положение И мы простительно Обратили внимание Что люди знают Несмотря ни на что В это время В это время Помните был такой Футбол состоится Про любой погоде Вот наша группа Про любой погоде Между вами двоим И между вами двоими Нет У нас такого не было Вообще никто не пришел Было такое Что был один человек Почему мы говорим Вот такое было Но вы знаете Это было показателем Вообще для всей группы Когда на следующий день Перешли Ну как все В следующую пятницу Все пришли Мы сказали Ну что продолжаем У нас мы со Светой Как раз об этом говорили По такому-то месту Я нечего Как со Светой А мы она одна была Да И мы разбирали Ну так Резюме составили Было То-то Ну давайте Пошли дальше Для всех был А мы думали Такой мороз Там под 40 Никто Света пришла Мы делали группу Все Эту тему Вы прорабатывали В качестве Резюме Ну Ну Мы сказали Каким выводом Пришли И пошли дальше Ну А как часто Состав меняется В вашей группе Текучесть Текучесть Ну Есть ядро А Вокруг ядра Текучесть Ядро у нас Вот Где-то было Человек 8-10 Пар Наверное 8-10 Ну К концу У нас было Пар 15 Которые ходили Пар Которые ходили Постоянно То есть Человек 15 Мы уже В 2 ряда Лавки Стояли Вокруг Стала А остальные Ну Нам говорили Почему вы не делитесь Вроде уже Большая группа Получается А нам Нельзя было Разделиться Потому что Все Кто был На нашей группе У каждого Была своя Хорошо Говорим Наташа Вот эта Женщина Она уж Сама ведет Группу У себя На работе Ну Как Можно Ее Взять И отделить Практически Она приходит Мы вместе Подпитываемся Друг у друга И потом Каждый Мы не понимаем Что каждый Кроме официальную группу Нет Ну вот Такие вот Вещи Практически Все стали Члены группы Делают И наша группа Была Группой Подпитки И группой Для лидеров Группой Обучения Лидеров То есть Сама группа Лидеров Сама себя Обучала Все Замечательно Скажите А у вас Есть какое-то Время На которое Рассчитана Программа Работы Или Она у вас Как Начинали Мы Сугубо Таких Узко Семейных Вопросов Мы взяли У нас есть Разработка По общению В семье Шесть встреч Ну такие Психотерапевтические Группы Тренинговые Есть группа По решению Конфликтов То есть Тоже такая Наработка Шесть встреч И вот Мы сделали Таких Три Или четыре Группы И мы поняли Что Мы начинаем В своем Саку Закисать Потому что Эти узконаправленные Группы Они Начинаешь Вариться Вариться И мы поняли Что люди Выросли Они же Выросли Из этих Просто Семейных Проблем И мы Начали С ними Изучать Библию Мы начали С эквесиаста То есть Ну понимаете Если в основном Все сидят Семейные Люди Что Какую Библию Ты все равно Будешь Говорить О семье Понимаете А вся Библия Мы вообще Считаем Что вся Библия Про семью Кто Чей-то Сын Кто Чей-то Брат А вот Изучили Экклесиаста Очень быстро Изучили Послание К Ефесиным Потом Еще Последнее Я уже Заметал Когда Мы стали Проходить Послание К Галатам Мы За два Года Прошли Только Четыре Главы Встречаясь Каждую Пятницу Регулярно За два Года Мы только Четыре Главы Потому что Каждый Сик Каждое Слово Группа Открывала Женчуг Мы только Готовили Вопросы Готовили Темы А группа Сама Обсуждала Вот скажем По Экклесиасту Мы провели Сколько групп Вот у нас Самаре Нашу группу И в церкви Нас попросили Сделать По Экклесиасту А потом В Москве Мы провели Три группы По книге Экклесиаста И там группа Открывала Каждый раз Такие жемчужины Что Вы знаете Мы поняли Что этот Женчуг Нельзя прятать Только В наших Телеповских Закромах И мы Сейчас Создали Мы там Поместили Жемчужины Вот Помни Сама Экклесиаста Мы как раз Как ее Издавали И мысли Как помощь Если вдруг Вы расположитесь К этой книге Как когда-то Она расположилась То есть Начинали мы С семейных Вопросов Которые были Дровко регламентированы Но потом Перешли Уже На Изучение Писания Которые Помогало Семье Там уже Столько Вообще Глубины Что там Трудно Скать Какая у вас Программа А вот Все Писание Там Допустим Последний Мы запланировали Допустим Один стих Четвертая Глава Третий Стих Вы только Пол стиха Успели Разобрать Каждый Слов Ну такие Жемчужины Группы Открываются А вот Это Смотрим Время О Ребята Спас Подводим В итоге Молимся Праздник Души Группа Праздник Души Мы Когда Приехали В Москву Мы очень Дорого Скучали Без групп И когда Мы там Начали Группы И видели Что люди Стали Расти Вначале Сложно Вначале Вы Воз Везете А потом В какой-то момент Вы понимаете Что он сам Едет И вы Вместе И вот Когда Вы понимаете Что вы Сами Член Группа Не Наставник Который Тянет Воз А Вы Полноправный Щерб Это Такой Воз Только И Спритвиж Но Это Не Сразу И Вот Мы Сейчас Как раз Говорим О том Как Сделать Так Чтобы В группу Таким Стала Общим Назидающим Органом А не Органом Который Назидаю Я Как Часто Бывает Что Воз Тянешь Потом Опять Воз Ну Бывает Одну Мы Начали Еще Одну В церкви Уже В помещении Церкви Конечно Там Опять Приходилось Начинать Заново Только Пожалуйста Не Делайте Объявление Что Телепо Начинает Еще Одну Группу Кому Надо Они Сами Придут Почему Против Таких Объявлений Охать Мы Потому Что Если Делает Духовный Наставник Какой Лидер Церкви Получает Так Всех Туда Назида Посыл Мы Всем Советую Не Надо Наша Группа Не Такая Что Пришли Потому Что Нам Сказали Уже В том Время Как Мы Там Группаты Уже Подходили Спрашивали И Сказали Они По Своим Людям Которые Ну Понимаете Лучше Всего От Человек К Человеку Кому Надо Тот Приходил Кто Приходил Уходил Кто Приходил Ну И Там Образовался Косяк Организовывается В любом случае Те люди Которые Хотят Начать Мыслить Есть Были Те Которые Приходили С Казаниями Ну К Как Вы С 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 Это Восторг Когда Вот Такое Происходит На Группе И Ты Не Знаешь Даже Я Готовлю Вопросы Каждой Группе Берут Этот Стих Из Писания Начинаю Готовить Вопросы Что Где Откуда И Как Но Это Не Фак Обсуждаемая Тема Истины Но В этих Пределах Столько Нового Открывается Я Даже Об этом Подумать Не мог Это Восторг Испытываешь Восторг И вот Мы сейчас Просто Немножко Поделимся Конечно Понятно Что Самое Главное Для того Чтобы Совершенствовать Это что Опыт Во-первых Опыт Во-вторых Что Очень важно Для того Чтобы Группа Получилась Такой Назидательной Самого Для себя Назидательной И для Группы Самой То есть Во-первых Это Опыт Во-вторых Это Опыт И в-третьих Опыт 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 Тут Больше Нет Никаких Других Рекомендаций Понимаете То есть Пока Вы не Начнете Сами Это Делать И не Поставите Цель Что Сделать Группу Самоназидающейся Сделать Группу Роста Сделать Группу Роста Каждого Человека И Вас Тоже Вы Вместе Мы были в одной церкви И там На двери Пастырской Было написано Пастырь Такой-то Вы знаете Нас это Несколько Поколебало Пастырь Вообще-то У нас Один Кто у нас Пастырь Господь А вот Почему Водители Или малые Группы Или священнослужители Любого ранга Себя Называют Пастырем У нас Пастырь Один У нас Христос А мы Все В его Стаде И Неважно Кто Ты Учитель Наставник Вот Если Себя Так Мыслишь Тогда Есть Возможность Другим Людям Расти Если Ты Себя Поставил Вместе С Христом Ну Чуть Ниже А все Остальные Так Все Понимаете У вас Группа Никогда Не Будет Ну Вот Как раз В курсе Вот Этому Два Подхода К Души Попечитель Мы Говорим Если Ты Относишься Как Личности К Человеку Группа Пойдет А если Такой Человек Находится В группе Лидеров Как Как С ним Берутся Как Раз Мы Подойдем Мы Понимаем Что Мы Сейчас Закрагим Очень Серьезные Темы Потому что Многие С этим Сталкиваются Очень Замечательно Что У вас Есть Такая Группа Потому что Часто У нас Это Выглядит Так Вот Есть Брошюрка Для Лидеров В ней Есть Ответы А Теперь Давайте Быстро Делать Это Группа Вот Именно Отношение К членам Группы Как Еще Мы Не Против Этих Брошюрок Поймите Но Чтобы Лидер Относился К правильным Ответом Как К мнению Автора Этой Брошюрки Но Он Должен Быть Готов Что На Группе Может Возник Эхо Еще Какое Количество Драгоценных Камней Кроме Этого Которого Не Противоречит Истине Но Мы Читаем У нас Думаю Пять Или Шесть Типов Разных Толкований Мы На Группе Как Пять Или Шесть Пятнадцать Или Двадцать Целые Батареи Толкований Мне Все Почитай Вот Это Ты Больше Пяти Не Даришь Я Не Лезу Группа Михаэла Если Что Дает Почитать Вот И Мы Говорим Это Сказал Так Это Сказал Мы Сидим Только О том Что Принято В Конкретном Церкви В Общении Нет В Нашем Союзе Нет Надо Знать Мнение А Группа Вам Еще Массу Выдаст Мы Не Претянуем Что Там Толкование Там Не Толкование Там Те Жемчужин Которая Нашла Наша И Мы Не Говорим О том Что Там Все Что Можно Сказать Об Экклесиасте Там Все Сказано Нет Тысячную Долю Просто То Что Увидели Мы То С Чем Мы Столкнулись Мы Изложили Понятно Что Когда Вы Будете Читать У Вас Что То Еще Возникло И Это Правильно И Ищите Нас Поисковых Системах По Запросу ТВ Семинария Семинария